Всем привет! Меня зовут Денис. Я из России, из города Тулы. Живу в Польше где-то полтора года. Приехал сюда по языковым курсам. Сомневался делать визу на полгода или на год. Сделал на полгода. Подумал, приеду, посмотрю, как здесь в Польше, понравится или нет. Потому что до этого я был где-то там в 15 странах, но в Польше никогда не был и слышал об ней очень мало. В основном это были какие-то стереотипы, там про яблоки, что-то из этой серии. Ну, естественно, посмотрел фотографии в интернете. Все красиво, много замков, старинные города. И, оказывается, в Польше есть горы, море. Хотя оно ведь холодное, балтийское, но все равно очень красиво. В общем, вся инфраструктура и сама страна, природа мне очень понравились. И как только я приехал, я сразу же пошел на эти языковые курсы и пошел учиться на оператора вилочного погрузчика. По-польски это вузы Квилдловой. И если вы в Украине, в России или в Белоруссии ездили на вилочном погрузчике, у вас есть права этих стран, то в Польше они недействительны. Вам все равно, какой бы у вас ни был опыт, придется учиться заново. Есть такие фирмы, которые принимают и сразу дают работу, и в процессе вы можете там у них отучиться и сдать на эти права. Бесплатно, платно, ну это зависит от фирмы. Потом из зарплаты вычисляют, высчитывают. Я не знаю, у всех по-разному. Я пошел учиться на расширенную категорию, фактически на всех видах вузков. У меня есть допуск на все виды этих погрузчиков. Как происходила учеба? Теория была всего два раза. Приезжал из Варшавы учитель на русском языке для не поляков, для русско-украиноязычных. Он рассказывал теорию на русском. Потом нам дали билеты с теорией. Часть из них была переведена на русский, часть нет. Практических занятий было много. Так как я не работал тогда, я мог приходить несколько раз в неделю и ездить на разных этих погрузчиков. Там были несложные упражнения. Вначале восьмерочки. Потом такие были большие кубы с водой, которые надо было переставлять со стеллажа на стеллаж. Строить из них башенки, разбирать. В общем, всем этим я занимался. Экзамен был тоже несложный. Он был с переводчиком. Переводчик переводил на украинский или на русский язык. И он был письменный. Теория была. А потом была практика. Практическая часть тоже была несложная. Нужно было снять этот куб с водой и куда-то его там переставить. Это все было очень быстро. Я сдал сразу с хорошим баллом. Почему я пошел именно на вилочный погрузчик учиться? Я живу во Вроцлаве. И тут очень много складов разных международных фирм. Начиная от Амазона, LG. Каких только нет. И еще дальше и дальше сейчас все продолжают их строить. Сейчас немецкие компании еще хотят построить какой-то большой склад. Естественно, везде нужны работники на погрузчик. И если у вас нету какой-то крутой... Вы не крутой айтишник. Или у вас не какая-то крутая... Вы строитель какой-то, штукатурщик, маляр, сварщик крутой. У вас нет какой-то крутой профессии и специальности. То если вы приезжаете в Польшу без знания языка, польского, естественно... То вы попадете на самую простую и низкооплачиваемую работу. Обычно это какие-то линии или склады, где вообще никакая квалификация не требуется. И вот, допустим, работая на LG, на складе... Здесь есть огромный завод LG, где-то 15 километров от Протслава. Он производит аккумуляторы для электромобилей, для всех европейских марок. Все европейские марки, там, Fiat, Renault, любую назовите, Volkswagen... Они все закупаются на этом заводе. И там есть разные виды работ. Самая распространенная – работы на линии. То есть такой сборочный конвейер. Не знаю, как его назвать по-другому. Где люди стоят по 12 часов и собирают или эти аккумуляторы, или части к ним. Там тоже я особо не вникал. И вот они получают на руки где-то 14-15 злотых нетто в час. Нетто – это уже чистая сумма. После всех налогов, вычетов, то, что вы получаете чистыми уже на руки. А оператор вилочного погрузчика, драйвер, он получает от 17 до 18, там, и 20 злотых в час. В зависимости от агенции, от склада, где он работает. Ну и вот, как говорится, почувствуете разницу. За то же время работы, и вы не стоите, вы сидите и ездите на погрузчике. Вы получаете где-то на 20-30% больше. А так как складов, я еще раз повторюсь, очень много. И польские, и немецкие, и каких только нету. То шанс найти работу, он намного выше. Вот поэтому я и пошел учиться. У меня допуск на разные, на разные типы погрузчики. Там я более по повышенной категории учился. Чуть больше платил, там, на 150 злотых. Но в итоге мне это не особо пригодилось. Потому что на складах самые распространенные, это обычный вилочный погрузчик. Они там бывают разных размеров. И такой бочный, такой боком, который ездит. Кто может видел, называют его ретрак. Особенно на высоких складах, где высоко надо это все поднимать. Вот востребованы такие виды. Либо еще есть, допустим, такая платформа на колесах. Может кто видел. То есть если нужно производить какие-то работы на высоте. Красить, там, электрику менять. То есть такая платформа подъезжает. Она поднимает людей. И люди там работают. И также можно отучиться на водителя, оператора этой платформы. Также это стоит где-то 600 злотых в среднем. С переводчиком сдать. И опять же ваша зарплата уже будет не 14-15, а 18-20 злотых в час. Нету. Также возможно отучиться здесь на сварщика. Я не помню сколько курсов. По-моему, 2,5 тысячи злотых. Это уже подороже. Ну, опять же, я звонил туда и спрашивал. Получается, там, европейский сертификат. Я спросил, если, допустим, у меня нет опыта. Хотя у меня есть опыт на сварку автомат. Кто понимает, это такой современный уже метод. Там проволока. И проволока варишь не электродом, а с газом. И мне учитель этот, он тоже русскоязычный, скорее всего, украинец. Кто там? Ну, учитель, кто? Вот это все организовал. Администратор, он мне сказал так. Я говорю, ну, если, допустим, я не смогу, он говорит, будешь учиться до победного. Пока вот у тебя не получится. У всех по-разному. И сначала сдается внутренний экзамен, а потом уже сдается экзамен на сертификат. То есть, у нас, говорит, есть место. И сколько у тебя времени есть, ты можешь приходить, тренироваться, варить. Также понимаете, что сварщиком вы будете получать уже, там, 22. И потом, если ваше мастерство будет расти, то, естественно, вы уже будете получать больше денег за это. Но я не хочу работать сварщиком, так как, ну, все равно это такая более вредная профессия. Там газ, дышишь, это сварка, глаза. Вот. Но есть и такой вариант. Я знаю, что люди работают, им нравится. И некоторые получают потом, как-то развиваются в этой профессии. И получают до 30 и больше злотых в час. Но это уже такие профессионалы. Опять же, в этой профессии есть куда расти. И если вы хороший сварщик, то без работы в Польше вы точно не останетесь. И, я думаю, вообще в Европе. Если у вас какое-то гуманитарное образование, юридическое, вы даже крутой бухгалтер, то в Польше без знания языка ваш диплом, он как бы не котируется. Надо заново учиться, надо заново переиздавать, потому что законы другие. Польша – это страна, где легко можно устроиться на такую неквалифицированную рабочую профессию. Либо вот, если у вас, опять же говорю, у меня есть знакомые айтишники, которые очень хорошо здесь живут. И общаются на английском языке в основном, даже польский не особо знают. Но это уже совсем другая история. А если вы просто хотите приехать, подзаработать денег, посмотреть Польшу, поработать. Ну, вот такой совет. Приезжайте, мчитесь там на какой-то вилочный погрузчик, на сварщика. И, естественно, у вас больше будет шансов устроиться на работу, которая лучше намного оплачивается, чем просто стоять на каком-то конвейере, на линии и собирать там какие-то телевизоры, холодильники и тому подобное. Продолжение следует...